Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко как минимум с 2014 года неверно указывает свои доходы в декларациях. Ну, то есть там порядка 20 миллиардов рублей, как-то вот у него получилось по декларациям неучтёночки. Это дивиденды от акции компании Фосагров, который, как я понимаю, он раньше работал. Всё бы ничего, но во всех предвыборных кампаниях Владимира Путина Литвиненко являлся главой его предвыборного штаба. Вот такая история. Спасибо, что отвлёк чуть-чуть. Это в этой новости прекрасно всё. Глава предвыборного штаба Путина забыл задекларировать 19 миллиардов рублей. Я вообще не представляю, как чувак может заработать 19 миллиардов рублей. Мы с товарищем смотрели эту новость, он мне её показал. Там есть разбивка по годам. Короче, он в 2019 году задекларировал зарплату ректора в районе 300 миллионов рублей. Баснословные деньги. Чувак миллион в день получает, грубо говоря. И при этой сумасшедшей зарплате, которая, наверное, не имеет аналогов в нашей стране, он забыл задекларировать 6 миллиардов. Представляете, что такое 6 миллиардов? Вы просто представляете, что такое забыть задекларировать 19 миллиардов рублей? Как вообще человек может заработать 19 миллиардов? Честный, порядочный человек не может их заработать. Какая к чёртовой матери фосагра вы что несёте? Вот вы представляете, вот таких господ, которые, естественно, топят за Путина, потому что им есть что терять. Вот этому господину есть по-настоящему что терять. Вот представляете, насколько они растащили нашу страну. То есть огромная, невероятно богатая держава работает каждый день, выжимается как мочалка каждый день в интересах вот таких вот негодяев. Ну, вы понимаете просто, что такое для него победа Владимира Владимировича? Вы понимаете, насколько он заинтересован в этом действии? Он же потеряет не просто там какого-то друга, там, какую-то там, я не знаю, близкого для себя человека на таких высоких позициях. Он потеряет свои богатства. И в целом в России на всех уровнях власти сложилась очень хитрая система. Ее невозможно проконтролировать, потому что в ней задействовано невероятно большое количество людей. Эти люди говорят на разных языках, они разных национальностей, разных возрастов, они воспитаны в разной культуре, системе ценностей. Они огромная, не связанная с друг с другом масса, которая должна стать самой эффективной машиной для фальсификаций, искажений, корректировки итогов, вылезь явления граждан и в конечном итоге победе президента. Так как же заставить ее работать? Они создали объективные условия. Объективные это когда вам рисуют правила и все одинаково в этих правилах должны себя вести. Ну такая вот природа этого процесса. И связывает этот процесс деньги. Они на разных этапах не дают кому-то взятки, не дают кому-то премии. Они создают условия, при которых если их кандидат проиграет, они потеряют свои привилегии, они потеряют свои возможности. И люди бьются не столько за Путина, сколько за свои интересы. Потому что им есть что терять. Чувак 19 миллиардов заработал. Вы понимаете, сколько он зарабатывает в час или в минуту? Это же, это просто невероятно. Поэтому он сражался за эти 19 миллиардов в данном случае. И так на всех уровнях, на уровне губернаторов, на уровне мэров, на уровне начальников отделов полиции, директоров школ, ректоров вузов, каких-то там больниц там и так далее. Вот на всех уровнях власти каждый держится за свою кормушку. Это гениальная схема. Этих людей нельзя запугать. Потому что страх потерять гораздо больше. Их нельзя купить, потому что они и так имеют все. Просто нет таких денег, чтобы это перекупить. Понимаете? И то, что данный чувак попался, чтобы вы понимали, это коррупционное правонарушение. То есть он, как государственный служащий, обязан декларировать свои доходы. И если я не ошибаюсь, если сумма задекларированных доходов, незадекларированных доходов превышает величину того, что он задекларировал, он должен быть привлечен к ответственности. Ну, лишен, грубо говоря, своей должности. Я, конечно же, понимаю, что он ничего, никакой ответственности не понесет. Потому что люди, которые руководят штабами Путина, не несут ответственности. С другой стороны, это характеризует и президента. Представляете, просто, да? Чуваку сейчас каково, да? Он сейчас смотрит и говорит, е-мое! Да у нас тут и так ниже падать некуда, мы ниже Плинтуса. А тут еще, как его зовут? Как этого дядя зовут? Литвиненко, не помню сейчас, как его имя, но Литвиненко, как того, которого отравили. Ну да, ну пусть там Василий его зовут. А тут еще Вася попался! Блин, как это не вовремя! Впереди выборы в Госдуму! А через два года вообще выборы президента! Это же, это же все, это катастрофа! Ну, то есть, можно смело сказать, что этот господин больше не будет руководить предвыборным штабом президента Путина. Вы представляете, с самого первого своего срока, этот человек отвечал за победу Путина на выборах в самом первом ряду. Это был самый первый эшелон. Это начальник начальников, блин! Это, это зашквар! Это зашквар! По этому образу и подобию вы можете увидеть все лицо российской власти. Полностью всю эту страшную картину. Это бесконечная попытка грести в свои карманы. Я, честно говоря, до этого момента, я слышал о компании ФосАгро. Я понимал ее масштабы. Но то, что там акционер может заработать 19 миллиардов, я даже приблизительно не подозревал. Для меня это настоящее открытие. А теперь представьте, сколько вот таких литвиненок в нашей стране. Теперь представьте, что будет, когда мы эти компании национализируем. Когда мы эти компании подчиним интересам всего общества через государственную собственность. Вы понимаете, что такое 20 миллиардов? Это почти полтора бюджета Саратова. Почти миллионного города. Понимаете, просто что такое 20 миллиардов рублей? Это зарплаты, аренды, это дороги, это различные интересы бюджетников, соцподдержки, какие-то там системы здравоохранения, транспорт. Это инфраструктура миллионного города. Целый год. Или один литвиненко. Когда мы слышим статистику о том, что 1% жителей нашей страны владеет 70% всех денег, всех богатств, а 3% населения страны владеет 90% всех денег и богатств. Задаешься вопросом, как это возможно. Вот, посмотрите в это лицо. Это всего лишь ректор. Всего лишь государственный служащий. С зарплатой в 300 миллионов рублей, которые для него просто какие-то крошки. Это просто что-то жалкое и ничтожное. По сравнению с основным пирогом, который он имеет. Как он эти акции получил? Это что, была премия за удачную выборную кампанию президента? Или может быть это была какая-то добрая воля, там совет, ты там туда зайди, там дальше будет очень круто. Как вообще к нему могли попасть такие активы? Активы, которые приносят такие невероятные баснословные деньги. Есть два варианта. Первый, Литвиненко просто умный мужик. Он всего добился сам. Второй вариант, это его приближенность к власти, к руководству страны. Ситуация, при которой по счастливому случаю каждый приближенный становится миллиардером. Каждый приближенный в топе и в рейтинге Форбс. Почему-то в первый вариант я не верю ни капли. Почему господин Литвиненко скрывал эти доходы? Ну очевидно. Потому что это бросает тень на господина Путина. Очевидно, это ставят руководители в неудобном свете. И теперь так уж получилось. Поставил, поставил. Это неизбежно. Сегодня, завтра, через год. Это в любом случае всплывет. Сколько таких всплыло? Сколько Ралдугина всплыло? Сколько Тимченко всплыло? Сколько Ротенберга всплыло? Сколько вот этих дворцов всего повсплывало за этот период времени? А сейчас еще один очередной. Продолжение следует.